Почему? Потому что они уже не опасны. Стали эти чудесники, кудесники, волшебники, пламени, как вы угодно называете, а потом скажут, чем это сейчас отличается. Почему они были опасны? Потому что они могли повлиять на власть имущих, на их здоровье, на их поступки, на их поведение. То есть можно оградиться охраной, можно оградиться забором, жить на собственной вилле и от череди, от плебса, от народа иметь защиту в виде охраны, стражников и так далее. Вы знаете, да, что государство устроено по принципу пирамиды. Идеальное государство по Платону – это пирамида. В основании там лежат ремесленники, рабы, в зависимости от тех сословий, которые были в обществе, потом повыше купцы, торговые люди, бизнес, потом высшая стража, охрана, и потом уже, да, потом, значит, религиозные вот эти все, и правитель, и основной правитель. То есть он отгораживался вот этим слоями, он самым верхом был. Вот. Но, скажем так, некоторые люди, обладающие определенными способностями, могли сквозь эти преграды все равно достать всю эту публику. Вот. И каким-то путем повлиять. Поэтому был очень сильный страх, сильные опасения, потому что что-то такое происходило, объяснить это не могли. Вот. И во все времена от этих людей пытались избавиться. Убавиться каким образом? Двумя способами. Первое – это уничтожить информацию, которая, как правило, передавалась устным путем. Там от бабушки, там, дедушки, да, только что внуку. По наследству. Ну, почему по наследству? Потому что тем, кому доверяем. Да, кому попало, не расскажешь. Вот. Или сочтут сумасшедшим, а издадут. Да. И эти знания передавались вкусно. Как правило, люди были неграмотные. Вот. И поэтому, когда правители решили себя подстраховать, они просто уничтожили носителя этой информации. Это было в виде инквизиции, вы знаете, да, там, просто сжигали. На всякий случай, значит, ну, не обязательно там много или полдуна, просто там, для профилактики и вообще на кого там, значит, показали. Ну, знаете, как во время войны, да, кто партизан там? Не знаю, ну, вот из этих десяти точно один, ну, тогда всех десять. Чтобы не пропустить настоящего, как бы, партизана-болдуна. Вот. И поэтому инквизиция этим и занималась, с зачисткой. Вот. Ну, под предлогом, там, что это не боговодные дела, дьявол, там, и так далее, и так далее. Все это, конечно, не так. Вот. Почему? Потому что в человеке скрыты колоссальные возможности. Эти возможности, они прослеживаются во всех документах или дошедших до нас информации, но даже те же карты, да, там, знаете, карты Таро или Тарот. Вот. Я на прошлом, как бы, семинаре это говорил, ну, повторюсь, потому что это полезно. Там состоит из старших арканов и младших арканов, да, там, вот, их 76. Вот. И мы свое внимание застрим на, значит, пока на старших арканов. Там интересный момент, но вообще на рисунке, потому что это важно. Я там то, что еще интереснее. Там, посмотрите, получается, что, значит, обычные карты, их у нас, там, по-моему, 56. Вот, там, в этом, двойка, там, да, там, тройка и так далее. Значит, но там вот, для картинки, там идет валет, потом идет рыцарь, бро, потом дама, потом король, там. Вот. А рыцарь, рыцарь потом убрали. И получилась обычная колодка, там, 54 карты. Там два джокера, хотя два джокера неправильные, там две карты должны быть, там, джокер один красный, другой черный. На самом деле должен быть один джокер, это дурак. Или шипник. Вот. А вторая карта, это маг. Это маг. Так вот, вот эти вот 56 карт, младшие арканы, если их, если их в виде квадрата такого расположить, да, на каждой стороне будет по 16 карт, да, 16, 16, того будет 56, правильно? Вот. А это вот младшие арканы. И если мы расположим внутрь этого квадрата треугольник, это старшие арканы, их там 21, 21 карта, то есть по 7 карт на каждой стройке. 7, 7, 7. И, простите, и, как бы, нулевая карта, это тот самый маг, в середине мага. Здесь символ в чем? То, что существует мир, как вы знаете, внешний и мир внутренний, да, вот мир внешний, это вот этот наш мир, в котором мы живем. А мир внутренний, это мир наших мыслей, наших представлений, да, род философ, это Канта, называл этот мир, ну, еще до Канта, там, в латине, значит, называли, какие термины есть, мир ноуминальный и феноминальный. Феноминальный, это внешний мир. Я поэтому термин не себя назову, чтобы вы не путались, что это об одном и том. А ноуминальный, это внутренний. Но я буду попроще, внешний и внутренний. Мы постоянно переключаемся из внешнего мира, внутреннего, и, наоборот, постоянно. Мы думаем, о чем-то, с вами погрузились, там, как бы, забыли, подумали, о чем-то, опять вернулись в этот мир. Мы постоянно то там, то тут, то там, то тут. Так вот, вот этот вот маг, это точка перехода между одним миром, вот этот мир Арканов, он, это мир внутренний, это, значит, внутренний мир. А вот этот квадрат, это внешний мир. И с помощью нашей головы, с помощью наших возможностей, способностей мы переключаемся. Но это делаем неосознанно. Маг это делал осознанно. Вот. И по этим картам весь путь человека, все его перерождения, получение жизненного опыта, это путь от, значит, этого джокера, дурака. И вот эти 20 карт, до мага. И он набирает, как бы, опыт. И вот, там, каждая карта соответствует, там, какому-то достижению, там, и так далее. Вот. И, причем, что интересно, сам вот этот дурак, который начинает этот путь, он обладает точно такими же способностями, которые обладает маг, которым он, в конце концов, должен стать. Которым он, в конце концов, должен стать. Но. Это выражается символически, что дурак несет на плече, там, котомку. На этой картине, конверсованной. В этой котомке находятся четыре символа. Это символы, там, огонь, вода, воздух, земля. Ну, это, можно легко объяснить, там, состояние вещества, три состояния вещества, четыре, да? Это, значит, твердая земля, твердое состояние, значит, жидкое состояние вода. Газообразное состояние, это воздух, там, или пар. И четвертое состояние, это плазма. То есть, это огонь. Вот. И Макт нарисован. Он стоит и жонглирует этими символами. Он постоянно их жонглирует и создает реальность. Как-то, да? Вот. А, значит, то есть он учился. Он стоит около стола с таким жезлом, перед ним лежат эти символы. Ну, еще эти символы называют четырьмя видами животных. Там, орел, там, лев, там, они помнят. Также четыре масти эти. Изначально эти масти назывались не король, это не пики, там, черны, бубны и крести, а назывались, там, значит, пентакли. Наши бубны пентакли, это деньги. Как все еще? Ну, не важно. А то есть, что будет. Вот. И вот этот дурак, он нарисован, он идет с катункой. И в этой катунке лежат вот эти символы. Символы, которые показывают, что он такими же способностями наделен, наделен потенциальными, как и Мак. Но он не умеет ими пользоваться. И он несет эту катунку, он идет в пропасть. И он не может их выбросить, потому что он понимает, какая это ценность там может быть, но не знает, как этим воспользоваться. Ну, чемодан без ручки. И в конце концов, на протяжении своего жизненного или жизненных путей, он должен прийти сюда, но не всегда так же дайдет. Многие, вот, аннигелированы, уничтожены. Вот. Ну, кто доходит, тот этим начинает пользоваться и начинает моделировать реальность. Это вот я издревле говорю, как это изотерический смысл преподавался. Современная наука наша, она, так же, как догматы церкви, она не признает эти вещи. Но она постоянно с этим сталкивается. Что же делать? Официально, если взять СССР, маркетинская наука эти вещи признать не может, потому что она говорит о том, что первична материя, а вторична сознание. Что это такое? Это, что сначала, как там она рассказывает, теорию взрыва, появилась, земля застыла, там какие-то простейшие организмы появились, там в результате, там гроза молнии такая, вообще какие-то более сложные соединения, потом это стало эволюционировать и так далее, и так далее. Потом появился там человек разумный, потом разум там, и пошло, поехало. Вот, то есть материя первична, а разум появился потом. Так вот, и когда вот эти штучки там необычные, там происходит в жизни, никто это не может, современная наука, не может это объяснить. Религию она отделила от государства, мол, да, они там могут чудить, все что угодно, говорить, ну, верят люди и видят. Да, так вот, но, наиболее близко к этой теме подошла психология, и она начала сталкиваться с этими явлениями, и что с этим делать, это же есть. Ну, и тогда был, сделал хитрый ход, просто взяли и придумали другие названия. Ну, например, душу назвали психикой. Поменяли термины, все то же самое, да, вот, но наукообразно, и вроде бы не противоречен архистской ленинской философии, это не какие-то скользкие места в ходе, но противоречий накопилось достаточно много, вот, и если покопаться в терминологии, что подразумевается под этими терминами, то мы узнаем много интересного, ну, если вы помните прошлый семинар, я как бы говорил о терминах, там я коротко их напомню, самые основные, которые нам важны будут. Значит, с какими мы будем работать терминами, ну, например, раз мы заговорили, значит, там о магии, что такое магия? я там в интервью там дал определение, ну, мысль в том, что это по курсу там дал, значит, что это изменение влияния на природу с помощью воли человека, то есть мы изменяем природу с помощью усилия воли, вот, и психология, психика примерно такое же определение дает, да, так вот, возвращаемся к магии. Итак, люди, которые малообразованные, там, да, мог бы, ну, давайте так, градации, чтобы было понятно, чтобы было проще, там, мне не очень нравится это слово маг, что-то такое волшебное, там, такое явно сказочное, но, тем не менее, раз такой термин и магия, они в ходу, там, мы дадим, там, определение, чем отличаются, вот, что мы слышим, там, маг, колдун, там, ну, ведьма, это просто женского пола, колдун, колдун, да, значит, ведьма, слово ведать, да, ведать, знаю, скажем так, что, вот, колдун и ведьма, это, как правило, люди не очень, грамотные, ну, не получили образование, да, но, тем не менее, они непроизвольно какие-то вещи делали, могут, но они не понимают, как, то есть, они понимают, что они какой-то силы подключены, что-то такое происходит, но не могут объяснить, то есть, они слепые исполнители некой силы, вот, причем, они могут на эту силу даже работать неосознанно, там, кого-то лечить, или кого-то залупить, там, порчу, у нас, как это работает, они не понимают, но они-то, значит, это все завернули в оболочку ритуалов каких-то, да, ну, обычно как, получилось что-то, да, и человек помнит, что он получилось, когда он там два раза прихлопнул, сказал какие-то слова, значит, ну, как заикарил, да, и он старается вот эти атрибуты внешние повторять, вот, но на самом деле в голове, там, какой-то образ держится, ну, так вот, маги, колдуны и прочее, это люди, которые все-таки малообразованы, которые не понимают, что происходит, а вот уровень более образованных, которые были жрецами, да, которые имели доступ к тем знаниям, которые каким-то образом там записывались, передавались, странились, вот, они ближе были к магам, так вот, маг, в отличие от колдунов, это высшая степень, в этой иерархии, он знает, что он из себя представляет, он знает, что он может, и он знает, на какую силу он работает, или силу у него, ну, проще говоря, колдун работает на дьявола, а маг работает на себя, и дьявол у него может работать, ему все равно кто, если...